Всем привет, друзья! У нас экстренная ситуация. Недавно ко мне обратились курские волонтеры по поводу котика Баси, у которого происходит что-то непонятное, не то с нервной системой, не то с ушами, не то с мозгом. Он постоянно ходит вот так, с головой на бок, не может кушать и вообще чувствует себя очень плохо. Я поговорила с нашим доктором, который им занимается, и он сказал, что, конечно, ему нужно ехать на МРТ в Москву, потому что очень трудно понять, что у него за проблема. Увидев эти кадры с котиком-мучником, который уже давно пребывает в таком состоянии, мне стало его очень жалко, и я отправила его в Москву. Мы провели ему МРТ, которая показала ужасную картину. Судя по всему, все, что с ним происходит, это последствия неличного отита. У Баси, судя по МРТ-признакам, обнаружился абсцесс слухового прохода, абсцесс головного мозга, и не врит. Врач сказал, что без операции он умрет, но операция не дает стопроцентной гарантии, что он будет жить, потому что его состояние слишком запущено. Примите к сведению те, кто не лечит отит своим животным, до чего это может дойти. Мы оставили Басю на операцию в Москве, потому что выбора нет, либо он умрет в муках, либо у него будет хоть какой-то маленький шанс на восстановление. И уже после тяжелой операции я узнала, что ему где-то 10 лет, что сокращает шансы. Он вышел из наркоза, но остался в каком-то пограничном состоянии, и врачи сказали, что нам нужно перевозить его куда-то в реанимацию. В экстренном порядке мы перевезли котика в очень солидную клинику, где есть отделение интенсивной терапии, где он лежит под аппаратами и уже третий день не может дышать сам. Врачи сказали, что если мы намерены бороться и отвергаем усыпление, то нам нужно сделать трахеостому. Суммы за лечение просто космические. Даже не столько лечение, сколько реанимация, которая обходится около 20 тысяч рублей в сутки. Сколько мы так вытянем, я не знаю, это просто ужас. Но выбора нет. И опять же, чтобы сделать ему вторую операцию, его нужно хоть как-то стабилизировать. У него очень плохие показатели крови, точнее низкие. Ему нужно срочное переливание, но доноров по Москве я не нашла. В банках крови нет ничего, я бы звонила все клиники и везде отворот-поворот. Москвичей, я вас очень прошу, помогите нам спасти Басю. Он очень хороший кот. Не важно, что он не молодой, всех жизнь одна, и ему тоже хочется еще пожить. Нам просто жизненно необходим донор. Большой, крепкий и привитый кот, который поделится с Басей кровью и, возможно, подарит ему новую жизнь. Я не утверждаю, что это поможет, но хочется верить в чудо. Я готова оплатить такси из Москвы, Подмосковья и даже саму кровь. Если кто-то может помочь, пожалуйста, позвоните в любое время дня и ночи. Сделать это нужно либо этой ночью, либо же в течение завтрашнего дня, потому что дальше я не знаю, доживет он или нет. Реквизиты для помощи в лечении я оставлю в описании под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok